После занятий, вооружившись заранее распечатанными заявлениями и рекламными флайерами с указанием расценок по тарифам и справочной информации, Александр Косенчук отправляется в путь. В маршруте на сегодня из десяток адресов в каждой квартире свой диалог и своя тактика общения. Кому-то надо рассказать о скорости интернета, кто-то интересуется вопросами подключения интерактивного телевидения. Прийти подработать в Белтелеком Сашу привела мечта. Водительские права в кармане, настало время для покупки собственного железного коня. Позвонил, говорю, вот хочу работать. Хорошо, приходи, проведем собеседование. Ну, я пришел, провели собеседование, сказали, что подхожу. Вот так с декабря, получается, уже работаю. Плодотворно поработав, шансы приобрести собственный автомобиль у Саши есть. Некоторые самые активные студенты по итогам месяца и результатам выполненной работы имеют доход близкий по своему уровню с оплатой работы специалиста по продажам Белтелекома. Таких активных студентов, как Александр Косинчук, сегодня в Брестском филиале Республиканского унитарного предприятия работает порядка десяти. Это все те, кто прошел конкурсный отбор и сегодня выступают полноправными консультантами в деле оказания услуг по обслуживанию интернет-связи. У вас сейчас интернет дома есть, пользуетесь? Да. Вот, и вы сейчас на медиа, я так понял, да? Пока на Белтелекоме тоже у нас. Конечно. Вот, какой у вас сейчас тариф, например? Домосед Классик. А, Домосед Классик. Какой бы простой эта работа ни казалась, на самом деле это только первое впечатление. Из большого количества новичков, попробовавших это ремесло, только каждый третий остался полноценно работать. Они сбрасывают все данные либо нам на электронную почту, мы распечатаем, либо мы договоримся с ними, они приходят к нам и, допустим, там дом. Вот дали им определенный дом и они приходят к нам и сдают эти заявления. С каждым из них была проведена беседа, собеседование, был дан справочный материал, была осуществлена подготовка по определенным направлениям, знаниям наших услуг, тарифам и самой технологии экспон. Для того, чтобы, придя в дом к абоненту, можно было дать максимальную консультацию по вновь построенным сетям, а также рассказать про те услуги, которые становятся доступны при переключении на данные сети, оптоволоконы. То бишь это телевидение зала, это интернет-байфлай с другими скоростями, с другими возможностями. Возможностью под заработать студенты Брещины пользуются уже давно. Бесспорно, наиболее популярным временем для этого является лето, когда реализуются комплексные программы в рамках третьего трудового семестра. Только в прошлом году в составе студенческих отрядов и индивидуально было устроено более 10 тысяч молодых людей. Одним из лидеров в этом вопросе является Брестский государственный технический университет. Это 16 строительных отрядов и один сервисный отряд, работающий на Балтелекоме. Строительные отряды в большинстве случаев задействованы на самой большой белорусской стройке, это Белорусская атомная электростанция. Однако сегодня молодежь Брещины имеет возможность трудиться на протяжении всего года. Причем, что немаловажно, не отвлекаясь от учебного процесса. К слову, подработка в структуре Брестского филиала Республиканского унитарного предприятия электросвязи Белтелеком также открыта для соискателей. Наряду с созданным студенческим отрядом по данному договору возмездного оказания услуг, мы также работаем с отдельными физлицами, которым есть необходимость иметь какой-то заработок, то есть дополнительный, либо основной. Мы проводим собеседование с каждым, не отказываем, как говорится, никому. Если человек заинтересован, он приходит в сервисный центр, либо сюда, на Советскую 33, либо на Машерово 21. И там любой специалист знает о том, что у нас работает такой отряд по привлечению клиентов, такая группа людей. Они перенаправляют их либо на меня, либо на нашего специалиста по маркетингу.